Добрый день, или добрый вечер, или доброе утро, Сакраменто! С вами Михаил Маргулис, это я. Ну, причина моего приветствия к вам в том, что у вас произошло значительное культурное событие. У вас вышел альманах под названием «Времена». Знаете, в наше время, когда интернет заполняет все нужные и ненужные места в жизни, выпуск книги, выпуск альманаха – это равносильно подвигу. Но я думаю, вот есть такое, знаете, популярное выражение, что путь к сердцу мужчины лежит через желудок. Ну, это, так сказать, условно. А я говорю, путь к разуму человека лежит через книгу. Поэтому выпуск альманаха «Времена», и вот вы, авторы этого альманаха, собрались вместе, это, ну, просто, не просто событие, а это, как бы, как я уже говорил, подвиг во имя литературы, во имя разума человеческого. Потому что даже в Слове Божьем в Библии записано «Изучайте Писание». Писание – это, конечно, Библия, но также Писание – все достойные книги, которые говорят о жизни, о Боге, о человеке, о наших сердечных тайнах, о нашей любви, о нашем терпении, о наших мечтах. И вот я, Михаил Маргулис, вот вы видите эти книги, это мною изданы давно, ещё там лет 10 тому назад, если не больше, и сейчас мы продолжаем издавать. Мы присоединяемся, все вот эти книги присоединяются к моему поздравлению. Я хочу также отметить, ну, роль, вот, как бы, Дон Кихота, если можно так сказать, литературы Таисии Суворовой, благодаря которой, я не знаю всех людей, которые способствовали выпуску этого альмонаха, но она, я знаю, действительно была, как полководец Суворов в этом проекте. Таисия и все вы, дорогие мои авторы и читатели, я сердечно поздравляю вас и благословляю вас с выпуском этого альмонаха. Это, я бы вам показал этот альмонах сейчас, но у меня один экземпляр, а у меня берут по очереди читать его. Так что вы не даром выпустили его, вы выпустили его для чтения, для людей, что очень важно в наше нелегкое время. Будьте благословены, будьте счастливы и выпускайте побольше, побольше таких альмонахов, которые рассказывают о нас с вами. Всего доброго, храни вас Бог!